А вы знаете, что первый в мире светофор появился в Лондоне в 1868 году? А известно ли вам, что поначалу он назывался не иначе, как семафор? Известно? Садитесь, пять! Ученики первых классов школы номер 4 в Щелково теперь тоже без труда ответят на эти вопросы. А все это благодаря тому, что с ребятами не только повторили правила дорожного движения и напомнили то, какими бывают знаки, но и рассказали, как необходимо себя вести, чтобы не случилось беды. Я просто хочу сказать, что очень много внимания мы заостряем для того, чтобы дети были в безопасности и была организована работа по тому, чтобы они не попадали в ДТП и в трудные ситуации, именно во время, когда идут в школу, когда выходят из школы и когда вообще они в повседневной деятельности. С первоклассниками в игровой форме провели так называемую лекцию ПДД. Им загадывали загадки, например, по дороге ехал самовар, буквы все он растерял. Что же значит, например, на дороге буква Р? Танцевали и пели, а в завершении даже подарили памятные сувениры, светоотражающие стикеры. Презент не только красивый, но и полезный. Сегодня мы провели первое интерактивное мероприятие, связанное с посвящением первых классов пешеходов. Видно, что очень большую работу провел педагогический состав школы. Видно, какой отклик нашел это мероприятие в сердцах детей, как они активно участвовали в этом мероприятии. Мне очень там понравилось. Еще страна светофориум тоже понравилась. Мне понравилось разгадывать знаки. И я узнал много нового. В завершении мероприятия первоклассники произнесли клятву пешеходов. Они пообещали изучать и выполнять все правила дорожного движения. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин